МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О новом порядке проведения диспансеризации. Неосторожность при курении, поджог, неисправность техники. За 2018 год в Сарове произошло 5 пожаров. Хранители истории. 21 февраля. Всемирный день экскурсовода. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 января в силу вступил новый порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава РФ. Как и прежде, он направлен на ранее выявление серьезных заболеваний и хронических патологий, но список медицинских услуг при этом изменился. Из первого этапа диспансеризации были исключены клинические и биохимические анализы крови, и узи брюшной полости, и малого таза. Минздрав аргументирует свое решение тем, что данное обследование малоэффективно, и по их результатам не всегда удается точно поставить диагноз. Теперь гораздо больше внимания будет уделяться ранней диагностике онкологических заболеваний. Если выявлилось заболевание в процессе диспансеризации, то пациент направляется на дальнейшее обследование, лечение, и также составляется участковым врачом индивидуальная программа для дальнейшей коррекции, лечения и наблюдения за пациентом. 21, 24, 27, 30 лет и так далее. Каждые три года любой житель нашего города, имеющий полис обязательного медицинского страхования, может пройти диспансеризацию. Сотрудники ядерного центра обследуются во второй поликлинике. Муниципалы и работники остальных предприятий в поликлинике номер один. Несмотря на важность диспансеризации, многие откладывают визит в поликлинику из-за нехватки времени и занятости на работе. Но согласно закону об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками диспансеризации и беспрепятственно отпускать их к врачам. Мы сейчас ставим перед собой задачу, чтобы пациент проходил обследование практически в один день. Если пациенты настроятся пройти весь объем обследования, это достаточно для того, чтобы определить уровень состояния здоровья на данный момент. Пройти диспансеризацию можно, обратившись к участковому врачу, записавшись через регистратуру своей поликлиники или позвонив по следующим телефонам. 54588 в первой поликлинике и 36541 во второй. На приеме при себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и результат анализов за последний год. Более подробно о видах проводимых обследований можно узнать на сайте КБ-50. Наталья Петрунина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Сгоревшие вещи, квартиры и даже целые дома. В 2018 году в нашем городе уже произошло пять крупных пожаров. Возгорания происходили в многоквартирных домах и садовых домиках. Причины самые разные. От неосторожности при курении, неисправности электроприборов до умышленного поджога. Один из последних пожаров произошел в День всех влюбленных. И без крыши над головой осталось две семьи. Подробности далее. 14 февраля жильцы дома 54 по улице Димитрова запомнят не как праздник влюбленных, а как один из самых страшных моментов в своей жизни. Около двух часов ночи загорелась одна из квартир этого двухквартирного дома. И буквально за несколько минут огонь охватил всю деревянную конструкцию здания. По прибытию к месту пожара происходило открытое горение квартиры и мансардного этажа по всей площади двухквартирного дома. С места пожара на скорой помощи был увезен гражданин. Сейчас находится клиническая больница номер 50. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарной охраны удалось быстро ликвидировать пожар и спасти большую часть личных вещей жильцов второй квартиры. А уже днем дознаватели проводили тщательный осмотр места пожара, чтобы выявить очаг возгорания. И если в этом случае причина пожара пока не установлена, то в остальных все предельно ясно. 27 января в одном садоводческом товарстве произошло возгорание бани из-за неисправности печи. В результате огнем повреждены были частично деревянные элементы бани и мансардный этаж самого дома. В другом садоводческом товариществе огонь уничтожил еще два дома. Причина – умышленный поджог. Подверглись разрушительные стихии и жители одного многоквартирного дома. В одном из многоквартирных домов произошел пожар. По прибытию пожарных подразделений горела задняя часть холодильника. На момент пожара в квартире находился ребенок, 10 лет. Ребенок сам выбрался из квартиры, плюс смог спасти своих домашних питомцев. Сотрудники пожарной части напоминают горожанам о соблюдении техники безопасности при использовании электрических и нагревательных приборов. И в случае возгорания звоните по телефону. 01 со стационарного, 101 с мобильного. Мария Рунь, Владимир Есеников, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. В праздничные дни изменится график работы почтовых отделений. По данным Управления Федеральной почтовой службы по Нижегородской области, 22 февраля время работы почтовых отделений сократят на 1 час. 23-е – выходной день. 24-го и 25-го – согласно установленному графику. Доставка пенсии, пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Министерстве труда и социальной защиты предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3%. Это увеличит средние выплаты до 9 с небольшим тысяч рублей в месяц. Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы вырастет до 13,5 тысяч рублей. В случае, если инициатива Минтруда получит зеленый свет, увеличение выплат затронет почти 4 миллиона человек. Саровщен приглашает принять участие в конкурсе местных инициатив. Заявки можно отправлять до 12 марта в Департамент городского хозяйства. Одно из условий участия в конкурсе – готовность жителей и самостоятельно собрать часть средств на свой проект. При этом большую часть денег выделят городской и областной бюджеты. В прошлом году по итогам конкурса местных инициатив в Сарове было реализовано 8 проектов, в том числе уширение внутриквартальных проездов на улице Силкина и установка спортивной площадки на улице Шевченко. Более подробная информация по телефону 977-68. Клиническая больница номер 50 предупреждает. В связи с предстоящими праздниками, запись к врачам в поликлинике на следующей неделе будет размещена в четверг 22 февраля. С 7 часов утра в первую и детскую поликлинике и с 17 часов в поликлинике номер 2. Нет такого человека, который бы ни разу не посещал музей. Однако даже самое необычное место может показаться скучным и совершенно незапоминающимся, если вы посещаете его без экскурсовода. Именно люди этой специальности могут рассказать вам всю историю, скрывающуюся в предметах и архитектуре. 21 февраля все гиды-экскурсоводы мира отмечают свой профессиональный праздник. Интересно подать тему. Главная задача экскурсовода и Ольги Негиной это хорошо удается. 18 лет назад она пришла работать в музей-квартиру Юлия Борисовича Харитона. И не прогадала. Сегодня о своей любимой работе Ольга Евгеньевна рассказывает с блеском в глазах и улыбкой на лице. Работа, во-первых, очень интересная, во-вторых, она очень нужная. Дело в том, что Юль Борисович и те люди, которые с ним работали, это же такая необыкновенная плеяда ученых. Ольга Негина с трепетом произносит эти известные на всю страну буквы ЮБЭ. Экскурсовод всегда старается как можно интереснее рассказать о жизни великого ученого, его товарищах, друзьях и коллегах по работе. Факты из биографии Харитона Ольга Евгеньевна знает не понаслышке. В детстве ей приходилось проводить много времени с родственниками Юлия Борисовича. Каждый раз, когда я сюда прихожу, здесь особый дух, я его чувствую. И он как бы меня питает, он наполняет меня силами, он дает мне радость жизни. Потому что вот такие они были необыкновенные люди. Они и при жизни влияли на окружающих. Видите, уйдя из этой жизни, они продолжают это делать. Большую роль в работе экскурсовода играет артистизм, хорошие дикции и энциклопедические знания. Главный принцип ее работы – не потерять внимание зрителя. Вызвать только положительные эмоции и желание задавать вопросы по теме экскурсии. Чтобы они еще задумались, чтобы они задумались о том, что они услышали, о тех людях, о которых они им рассказали. И чтобы они как бы примерили это, может быть, на себя, увидели, может быть, свои недостатки, захотели стать лучше, захотели стремиться к новым идеалам, к новым каким-то совершениям, достижениям. Но в данном случае Харитон – это же идеальный пример. Дверь музея-квартиры Юлия Борисовича Харитона открыта для всех желающих. И каждый раз, приходя сюда, можно зарядиться не только положительными эмоциями, но и получить огромное удовольствие от экскурсии. Ирина Вишегородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Молодежный форум «Время выбрало нас» – это отличная стартовая площадка для активных юношей и девушек, в рамках которой они могут получить уникальную возможность внести значительный вклад в развитие нашего города. Такой возможностью решили воспользоваться и ребята из школы номер 7. В рамках своего проекта «Известный памятник неизвестному человеку» они решили установить памятную табличку монументу Максима Горького. В марте этого года исполняется 150 лет со дня рождения нашего земляка, писателя Максима Горького. В 50-х годах прошлого столетия памятник драматургу был установлен в нашем городе на проспекте Мира, а в 2001 году перенесен ко Дворцу детского творчества. Ежедневно сотни горожан проходят мимо монумента, но оказывается не все знают, кому он посвящен. Вы знаете, кому посвящен вот этот памятник? Честно? Да. Нет. Как уж я, наверное, хоть и старенькая, но Горькому Максиму. Максиму. Максиму? Горьковскому? Максиму Горькому. А вы знаете какие-нибудь его произведения? Конечно. Бревесник. Вот помню прям. Учили в школе. Ленин. Ленин? Да. Майковский. Горький. Горький, горький. На монументе Максиму Горькому нет памятной таблички. И по мнению создателей проекта «Известный памятник неизвестному человеку» – это одна из причин, почему горожане затруднились с ответом. Поэтому на следующем этапе своего проекта ребятам предстоит не просто вернуть монументу имя, но продумать сам дизайн памятной таблички. Елена Грицкова, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей СОРО-24. Многие согласятся, что делать подарки не менее приятно, чем получать их. Но порой мы не знаем, что подарить, проводя в магазинах бесчетное количество часов и в итоге уходим с пустыми руками. Но с подарочной картой от СОРО в бизнес-банке больше не придется волноваться о том, что преподнести коллегам, друзьям или родственникам. Удобный и современный способ сделать подарок, который подойдет каждому. Подарочная карта СОРО в бизнес-банке поможет сэкономить силы и время при выборе подходящего презента. Это отличная альтернатива традиционным конвертам с наличными. С ее помощью удобно без комиссии оплачивать понравившийся товар в любом торговом центре. Карта оформляется без предъявления паспорта. Ее можно получить сразу же при обращении клиента в банк. Она выдается в запечатанном упаковочном конверте. При оформлении карты можно внести любую сумму денежных средств, но не более 15 тысяч рублей. Карту можно оформить в любом отделении банка. Подарочная карта выпускается в категории «Голд». И каждый ее владелец автоматически попадает в программу лояльности виза для премиальных карт. А это значит, принимает участие в розыгрыше призов и подарков и получает дополнительные скидки в магазинах. Стоимость карты всего 150 рублей. Срок действия до одного года. Если вы выбрали подарок самостоятельно и решили приобрести его в интернет-магазине, не спешите. При совершении покупок с помощью карт в сети интернет всегда есть необходимость соблюдения мер безопасности. Для оплаты покупок необходимо использовать только проверенные сайты, либо сайты известных организаций. При наборе адреса сайта нужно еще раз его проверить, поскольку похожие сайты служат для неправомерных действий. Оплачивать покупки и вводить персональные данные и данные карты необходимо все-таки на своем компьютере. Если вдруг вам пришлось совершить покупку на чужом компьютере, то после оплаты необходимо удалить все персональные данные и данные карты, которые вы вводили. Но главное, не стоит оплачивать товар при помощи зарплатной карты. Мошенники нынче оригинальные, и вы рискуете потерять все свои деньги. Чтобы этого не произошло, Саров Бизнесбанк предлагает оформить виртуальную карту. Процесс покупок ничем не отличается от стандартного. При совершении оплаты необходимо ввести 16 цифр карты, срок действия, код действительности и имя держателя в латинской транскрипции. После совершения покупки банк отправляет смс с подтверждением оплаты. Пополнить виртуальную карту можно несколькими способами. При помощи СББ онлайн со счета основной карты или вклада, а также наличными деньгами в любом отделении Саров Бизнесбанка или переводом в банкомате. Стоимость карты 150 рублей. Срок действия до одного года. Максимальный лимит 60 тысяч рублей. Оформить виртуальную карту можно в любом отделении банка. При себе необходимо иметь паспорт и ту сумму денег, которую вы планируете положить на карту. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Это машина, это суперкомпьютер. То есть, по большому счету, это порядка 200 мощных персональных компьютеров, которые стоят у людей дома. Понятие суперкомпьютер существует почти так же долго, как и само представление о компьютере. Но если раньше такие машины собирали исключительно для военных целей, то сейчас они находят применение во многих отраслях промышленности и научных исследованиях. Математические модели позволяют в разы снизить затраты на испытания и проверку теоретических расчетов на практике. К примеру, в 60-х годах прошлого столетия для анализа аэродинамических характеристик самолета на его корпус крепили порядка 3000 шелковинок и осуществляли несколько вылетов. А сегодня оператор СуперЭВМ вводит в программу исходные данные и уже через несколько минут может оценить угол атаки и подъемную силу летательного аппарата. На сегодняшний день одними из ведущих разработчиков суперкомпьютерных технологий и специального программного обеспечения являются специалисты Саровского ядерного центра, входящего в структуру Росатома. Мы достигли уже уровня зарубежных пакетов программ. Мы сейчас вышли на новый уровень. Совместно с предприятиями они нам ставят задачи, которые у них появляются, они сами себе их формулируют. Они не могли их решать с помощью зарубежных пакетов программ. Поэтому вот сейчас вот Логос – это уже качественно новый уровень, который дает новые знания. Пакет программ Логос предназначен для математического моделирования целого спектра физических процессов, таких как теплопроводность, аэро- и гидродинамика, прочность и деформация. Уже сейчас его функционал достаточен для решения более 70% задач промышленных предприятий, части проектирования и испытаний высокотехнологичных изделий. В этом году мы начали работы по созданию такой интеграционной платформы. Эта интеграционная платформа позволит объединить у себя не только пакет программ Логос, но и позволит объединить наработки научно-исследовательских институтов. В конце 2017 года Логос получил поддержку Минпромторга России. Дальнейшее развитие этого пакета программ предполагает, что уже к 2020 году промышленные предприятия нашей страны будут выполнять с его помощью до 80% вычислений в сфере задач аэро- и гидродинамики, прочности и тепломассообмена. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.